Плоская земля или круглая? Везде, где я хожу, она плоская. Таков был ответ Праупады. Чтобы узнать больше, оставайтесь с нами. На самом деле, я плохо учился по естествознанию. Так что я не подходящий человек для того, чтобы говорить о том, круглая земля и плоская. Но я расскажу о том, как нас обманывают политики, учёные и люди, находящиеся у власти. Я расскажу вам историю, которую услышал от Друта Кармы. Одна женщина-археолог нашла какую-то вещь. Не помню, что это было. Которая указывала на то, что цивилизованные люди появились на Земле раньше, чем об этом говорит теория эволюции. И если бы было доказано, что они жили раньше, это поставило бы под сомнение саму теорию эволюции. И так это стало проблемой. Её попросили не публиковать отчёт о находке. Ведь эта находка полностью разрушила бы систему мировоззрения, которую поддерживала теория эволюции. Ей угрожали, что она потеряет свою профессорскую должность, но она почувствовала, что обязана это опубликовать. В результате её лишили должности. И таких историй немало. Иногда можно услышать истории о людях, которые предали огласке какие-то свои находки или в некоторых случаях излечили кого-то от рака. Открыли клинику, которая потом была закрыта. А затем эти люди таинственным образом исчезали. Праупада часто говорил, цитируя Бхакти Сиданту, «обманщики и обманутые». Праупада был революционером. Он стремился обличать такие вещи. Иногда он говорил, что нынешние учёные – это величайшие враги современной цивилизации. Что же он имел в виду? Почему он так говорил? И ещё он всячески критиковал политиков. Не кого-то конкретно, а в общем. Но всё же, вероятно, видя коварное воздействие атеизма, которое происходило посредством рыночной экономики, материализма и науки, навязывающих идею «ты – тело». Концепция «ты – тело» тесно связана с материализмом, который утверждает, «Души не существует, наслаждайтесь, накапливайте, ведь со смертью всё заканчивается». Всё это взаимосвязано, и он ясно это видел. Иногда он говорил нам о таких вещах, в которые было трудно поверить, о том, что обман вершится на очень высоких правительственных уровнях. Вы можете поискать в интернете. Есть много историй, которые подтверждают факт обмана. Но что касается мира науки, Праупада действительно смотрел на нынешних учёных как на главных противников распространения сознания Кришны. И до тех пор, пока они не примут сознание Кришны, они будут являться серьёзным препятствием. Интересный момент. Не знаю, в курсе ли вы, я провожу много выступлений, и не только для преданных, но и публичные лекции, и стараюсь быть в курсе тех тем, которые волнуют умы людей. А также интересуюсь, о чём говорят в своих выступлениях популярные лекторы. И каждый популярный лектор, которого мне довелось слушать, неизменно ссылается на теорию эволюции. Психологи говорят о примитивном мозге. Когда мы были пещерными людьми, у нас был такой мозг. Затем, когда мы были охотниками и собирателями, он развивается вот так. Они все ссылаются на это. Многие из этих лекторов — духовные учителя, и они говорят об эволюции. Они не осознают, что теория эволюции не допускает возможности существования души, и прямо говорят, это всего лишь материя, в ней нет сущности, обладающей сознанием. Я потрясён, видя, насколько всепроникающей является теория эволюции, и как тесно она связана с материализмом. Они так хорошо сочетаются и поддерживают друг друга. Просто идеальная пара. И всё это держит людей в невежести. Именно там, где нынешние власти и хотят их видеть. Пусть все становятся потребителями и думают, что они — тела. А всё, что им нужно, — это делать покупки до посинения и потреблять как можно больше. Поэтому нас кормят этой теорией эволюции, кормят этой теорией наших несчастных детей, и они вынуждены это слушать. Думаю, это должно вдохновить нас на проповедь, когда вы поймёте, что людей атакуют со всех сторон, обманывают, держат в невежестве и эксплуатируют. Это должно разгневать нас. Если вы склонны гневаться, то направьте свой гнев на это. Вам нравится бунтовать? Тогда можете бунтовать ради того, чтобы помочь этим невинным людям понять, что их обманывают и манипулируют ими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова